Всем привет! С вами новый выпуск подкастов в предыдущих сериях. И мы его ведущие – директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова и продюсер и автор канала «Сопасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы обсудим один из самых интересных сериалов, вышедших в последнее время, а именно российский сериал «Почка», который вышел на онлайн-сервисе «Кион» от МТС Медиа. Надо сказать, что я про этот сериал особенно ничего не слышала до его выхода на «Кион». Я видела, может быть, в инстаграме Любы Аксеновой какие-то анонсы, но, в общем, никак специально к его появлению я не готовилась. И, наверное, даже посмотрела его позже остальных, уже когда пошли многочисленные хвалебные отзывы в моем Фейсбуке, причем от самых разных людей, от Антона Долина, который вообще редко смотрит сериалы, и это уже само по себе много чего значит, до девушек из Кимки Бабадук. И я поняла, что это что-то интересное, раз такие разные люди его рекомендуют. У меня было, в общем, примерно точно так же, с одним важным отличием. Я видел промо сериала «Почка», и, собственно, на основании промо решил, что этот сериал не буду смотреть никогда, потому что моими глазами это был худший постер из всех, которые я видел за годы, и он отбил у меня какое бы то ни было желание сериал смотреть. А потом, точно так же, как и у тебя, мои друзья, товарищи и коллеги начали рассказывать про этот сериал в самых восторженных тонах, и я решил, что, ну, собственно, странно будет его теперь не посмотреть, и проглотил залпом все 10 серий, собственно, мы поэтому, мне кажется, сегодня его и обсуждаем, потому что он нам обоим понравился, и, в общем, было бы странно обойти вниманием, очевидно, очень удачную отечественную историю. Да, я, на самом деле, про постер тоже могу сказать, что он сбивает с толку и уводит куда-то в сторону, и кажется, что он про какой-то гламур и такое что-то а-ля содержанки, хотя сериал сам вообще другой совершенно по настроению, ближе к Горько, ближе к фильмам Бориса Хлебникова, Авдотья Смирновой, которые выступили продюсерами сериала, и вот жалко, что как бы в промо-компании как-то это настроение его не передано. Хотя мне кажется, что сама идея сумочки как почки, она остроумная, но как бы она там немножко теряется. Мне как раз кажется, что это очень точное замечание, потому что было такое ощущение, что это содержанки, которые ударились в каннибализм. Давай же, наконец, обсудим, собственно, сам сериал. Если вы еще не успели его посмотреть, то сериал «Почка», кстати, тоже относится к его достоинствам. Я очень люблю такого типа проекта, этот «Изи Пич», то есть сериал, про который очень легко в двух словах сказать, о чем речь. Есть главная героиня, редкостная мразь, просто такая концентрированная, омерзительная женщина, которая работает начальником пожарной охраны, хотя, на мой взгляд, говорить, что она работает начальником, инспектором пожарной охраны, будет неправильно, потому что работает она взяточницей, а все, что связано с пожарной безопасностью, это скорее такое более факультативное занятие. Так вот, она однажды узнает, что у нее отказали обе почки, и надо срочно пересаживать. А донором может быть в России только родственник. И тут, собственно, казус, потому что наша главная героиня перессорилась в разный момент своей жизни со всеми своими родственниками, теперь ее жизнь, ее как бы выживание зависит напрямую от того, сможет ли она восстановить отношения. И звучит это все очень просто, но ты говоришь, что это похоже на горько, и, наверное, это правда, это интонационно действительно вот в ту сторону. Но у меня периодически было ощущение даже не столько горько, сколько такого, знаешь, Николая Васильевича Гоголя и Салтыкова Щедорина, потому что сериал и ощущение, что это история, которая стоит на плечах великой русской литературы в таком вот ее сатирическом компоненте, которая, с одной стороны, бытописательства, с другой стороны, высказывания о современном мире и о современных нравах. Ну, просто мне кажется, что ровно этим и занимается Жора Крыжовников в своем творчестве, и здесь даже на самом деле может быть больше параллелей с «Звоните Ди Каприо» его сериалом, но этим же занимаются и Хлебников, и Авдотья Смирнова, и Анна Парма, с которыми работали создательницы сериала. Я вообще хотела сказать про первую серию. Вот ты любишь говорить, да, «идеальный пилот», и мне кажется, это прям очень удачный пилот, потому что, во-первых, нам из первой же серии сразу понятны все ставки, все проблемы героини. У нее есть три месяца, у нее нет родственников, близких, которые были бы готовы ей пожертвовать почку, у нее сложные отношения с мужем, ну и как бы очень понятно про ее характер. Там великолепная вот эта первая сцена, где она приходит в храм и начинает их отчитывать за нарушение правил пожарной безопасности, и как бы, ну то, что называется, знаешь, и смех, и грех. Кто ответственный за пожарную безопасность? Отец Мефодий. Назовите его. Так никак, матушка, схимник он. Кто? Ну, отшельником живет на Валаме. Стас, фиксируй все нарушения в протоколе. Я хотела с вами по-хорошему. Документ предоставляем. О-о-о, Сашка, звони Мефодию. Да у него, это, обед молчания. Пусть смс пришлет. Куда он документ этот положил? Ну, то есть, все это понятно. Ты все это видел действительно в православных храмах. И действительно ветки, да, которые стоят над открытым огнем, над свечами. И ковры. Это от троицы остались. Все понятно, да. Но это просто все очень... Я вообще-то видела один раз, кстати, в храме, как на женщине загорелся платок от открытого огня на свече, и это было очень страшно. И как бы ты, с одной стороны, видишь характер героини, которая начинает вот их просто докапывать по любому маленькому поводу и ведет себя абсолютно цинично, да, и вымогает деньги у храма, у ресторана, делится потом ими с начальницей. Ты видишь как бы эту систему, в которой она существует, в которой вот эта пожарная инспекция, 17 датчиков, а не 18, да, там, один сантиметр отступления от правила. И как эта система потом поворачивается против нее, когда становится понятно, что она не может обойти очередь, она не может попросить кого угодно пожертвовать ей почку, и ей приходится встраиваться в эту адскую совершенно машину. Ты знаешь, мне на самом деле казалось, пока я смотрел, что профессия главной героини выбрана абсолютно не случайно, потому что это же профессия, которая по большому счету про спасение человеческих жизней. И вот когда ты берешь взятку за то, что ты как бы разрешаешь кому-то отступление от правил пожарной безопасности, к сожалению, мы, люди, живущие в стране, в которой была и хромая лошадь, и зимняя вижня, в общем, очень точно знаем, что будет дальше, чем это может закончиться, и какой-то, в общем, катастрофой может обернуться. Да, ты знаешь, кстати, удивительный факт. Я так поняла, что в одной из первых черновых версий, которые показывали журналистам, была шутка про хромую лошадь, что типа она им говорила не «Вы что, здесь все сдохнуть хотите? А вы что, хотите как хромой лошади?» Но если я правильно помню, в финальной версии сериала этого не осталось, по крайней мере, я такого не увидела там. То есть, видимо, как-то не пропустили им все-таки ее. Это такой законченный образ совершенно конченого человека, который в буквальном смысле делает себе деньги, карьеру и все на свете на пренебрежение, безопасность и на возможном риске для жизни других людей. И пилот действительно совершенно прекрасный, и ты все сразу понимаешь. Знаешь, я очень тоже такие штуки люблю, когда про всех героев все ясно. У меня любимая сцена, конечно, как вот со мной обычно и бывает, это со священником, когда она приходит к брату и просит у него почку, а он ей говорит, что вот там, значит, иконка целителя Пантелеимона, это ты прочитаешь молитву, прочитаешь свечку, поставишь, и даст Бог, все будет хорошо. И я видел, у меня даже в Инстаграме спрашивали, ну типа, а что, какой смысл этой сцены, что она может означать? Она ничего не означает. Это очень формальный подход, это на самом деле вещь, которой люди в православных церквях сталкиваются сплошь и рядом. И вот я таких историй знаю тысячу, и даже, наверное, тысячу и одну, что это формальный подход. Это подход не как бы к человеку, а к тому, что вот есть определенный набор правил, ты будешь им следовать, и значит, с тобой все будет хорошо. Не будешь им следовать, с тобой все будет нехорошо. И это довольно ужасно, и в такой сцене, которая так наглядно и ярко и объемно демонстрирует, ну как бы сразу несколько проблем. Проблему системную у Русской Православной Церкви, проблему их отношений, проблему его и то, что вера его очевидна, в общем, такая довольно странная вера, как мы потом, собственно, поймем. Это очень круто, я такие сцены ужасно люблю. Но, признавая все достоинства пилота, если посмотреть только первую серию, у меня ощущение, что от сериала будет немножко не такое, наверное, комплементарное впечатление, как если посмотреть его целиком. Потому что он начинается как классический, очень хороший, как бы лучших времен, времен, условно, физрука ТНТ. Он даже немножко выглядит, как такой сериал ТНТ. А потом с каждой серией он становится чуточку глубже, чуточку глубже, страшнее, грустнее. И, в общем, в результате, когда ты его досматриваешь, ты думаешь, что, наверное, нет. Все-таки такой сериал, конечно, на телеке выйти не мог, что это все-таки гораздо сложнее, интереснее и, в общем, честно говоря, острее, чем такой среднестатистический и качественный телек. Вот ты сказал про сцену с братом в церкви и вообще всю эту линию, и мне хочется про нее отдельно поговорить, потому что мне кажется, что отношение с братом и его отношение к ее беде одно из самых, наверное, драматичных мест в сериале, потому что так или иначе все-таки все пытаются ей помочь, ее близкие, на самом деле, хоть какой-то проявляют момент, да, сочувствия, эмпатии, сопереживания. Да, там, окей, они не все доходят до конца. Муж, который сбегает из окна в последний момент от нее, согласившись выжидать ей почку. Это очень смешно, да, вот это с Антоном Филипенко, мне кажется, это великая его роль. Младший брат, который соглашается, но врет ей, мать, которая, на самом деле, кажется, любит ее все-таки, несмотря ни на что. Отец, который тоже готов пожертвовать. Они все как бы такие бестолковые, безалаберные, но они, по крайней мере, добрые люди. А вот мне кажется, что герой Дмитрия Лысенкова, священник, он один из самых, на самом деле, страшных злодеев в этой истории. И не случайно, мне кажется, сериал начинается со сцены в церкви, потому что в какой-то момент она же приходит к нему, искренне пытается раскаяться, да, приходит к нему на исповедь, приходит как бы сыграть по его правилам. Ну вот сыграть по его правилам, мне кажется, точнее. Окей, хорошо. Но я к тому, что он священник, и одна из главных заповедей, которые он должен нести людям, это про прощение, да, и про милосердие. И сам он нисколько не готов ее соблюдать. И он все равно будет до последнего держаться, да. И он как бы, имея возможность отдать ей почку, в отличие от многих ее родственников, ею воспользуется только в тот момент, когда уже будет поздно. И в этом смысле он, конечно, для меня один из самых страшных героев. Ну и вот эта великая сцена в финале, где он поджигает храм, такая практически Иван Грозный, знаешь, из Эйнштейна, где его лицо такое в оцветах красного пламени. Это, конечно, мощно. Там такое прям дьявольское что-то проступает. Иди на меня. Иди на меня. Нет, абсолютно. Я тут с собой совершенно согласен. Он действительно из них всех самый жестокосердный. И мой опыт богатый этой жизни и общения с этими людьми говорит о том, что они внутренне чувствуют себя всегда правыми. Когда тебя руку полагают, что-то в голове щелкает, и ты считаешь, что ты прав в любой ситуации. Даже когда ты действуешь плохо и действуешь формально, на самом деле, против того, что ты так активно проповедуешь, то все равно ты прав. И я, в общем, за почти 40 лет людей, которые, приняв сан, думают иначе, встретил меньше, чем у меня пальцев на одной руке. Это очень самовлюбленные и уверенные в своей абсолютной правоте и непогрешимости люди. И поэтому я не думаю, что он даже ощущает себя. Собственно, из этого произрастает его жестокость. Он не думает, что он делает что-то плохо. Но мне кажется, что он не самый из них всех злой, потому что они там все, честно говоря, мудайки. Я смотрел сериал и думал, что она отвратительна, она абсолютная чудовище, такая циничная, прожженная сука, я не знаю, как это еще назвать, которая готова пожертвовать, она готова бросить под автобус кого угодно ради спасения своей жизни. Это натурально. Вот вся история с тем, как она пытается примазаться к почке, которую отдают женщине, которая вместе с ней ходит на диализ, это говорит о том, что сердце ее очерствело, вероятно, в общем, в крайней степени. Но потом ты видишь ее семью, ты видишь ее маму, ты видишь ее братьев, видишь ее сестру, и ты думаешь, ну, в общем, с другой стороны с волками жить по волчьи выйти, а как, кем она могла еще вырасти, если она младший ребенок вот в такой семье, где все друг друга используют. Собственно, это же самое главное, там всем друг от друга чего-то нужно обязательно. Это же все про, ну, как бы такие, даже не столько товарно-денежные, сколько просто сугубо рациональные отношения. Я тебе, а ты мне что взамен? И я в какой-то момент проникся к ней, ну, как бы сочувствуем, совершенно таким искренним, потому что, ну, жизнь такая у нее была. Не то, что ты ее оправдываешь таким образом, но ты, по крайней мере, хотя бы ее понимаешь. Слушай, я с тобой тут согласна, и тем более, что мало того, что семья у нее такая была, она еще выросла в очень страшных условиях, да, по сути, отсутствующий отец, про которого мать врала, что он умер, и мать, которая сдала детей в интернат или родственникам, и сама ушла в какой-то алкогольный загул. И, в общем, ну, понятно, что ты вырастаешь абсолютно человеком, который вынужден выживать любой ценой и пробиваться любой ценой, да, и как бы она стала, наверное, самой из них циничной, но это такой замкнутый круг. От того, что она стала самой успешной, она еще самая циничная, но и наоборот, да, да, конечно, в ней, видимо, было больше этой хватки, и все говорят, да, что для них это сериал про волю к жизни, да, и умение выживать, несмотря ни на что. И действительно, оно у нее поразительное, да, она там проходит в этой сорочке поля и леса, отлавливает каких-то таксистов, бегает от собак, чего она только не делает, ну, в смысле, это серия, где она идет с холодильником со свиной почкой в одной сорочке, значит, это свидетельство о целеустремленности героини и способности вообще обойти все на своем пути, и мне кажется, это на самом деле достойно уважения в чем-то. Да, вообще тот факт, что у почки героиня, а не герой, мне как-то особенно мил, потому что она совершенно удивительная, она очень не похожа на русских сериальных героинь в принципе и на русских сериальных новых героинь, потому что, ну, для начала, вот то, про что недавно писала Маша Кувшина, про то, что в русских сериалах все время женщины пытаются забеременеть или родить ребенка, или что-то это связано обязательно с репродукцией или свадьбой, ну, как сказать, мы понимаем, что перед нами героиня благодаря тому, что она мечтает забеременеть, это происходит действительно очень часто, вы знаешь, есть этот тест Бехтелли, у меня теперь есть ли собственных целей, тест Маши Кувшиновой, я примерно с такими глазами теперь смотрю все русские сериалы, так вот, эта героиня, она этим вообще не интересуется, мы про нее знаем, что она пожарный инспектор, у нее есть профессия, окей, вот я то, что там до этого сказал, про то, что, скорее всего, это факультатив, это тоже правда, но она этой профессией хорошо владеет, потому что, чтобы мастерски брать взятки, нужно очень хорошо понимать, что ты можешь предъявить, что ты не можешь предъявить, как это можно оформить и так далее, и так далее, это человек, владеющий в совершенстве профессий, это профессионал, прости господи, своего дела, и тот факт, что она женщина, он, ну, как бы, не дева таким образом, специальным, не подчеркнут, она суперсильная, она, по большому счету, если называть вещи своими именами, сильнее и круче, чем 100% мужчин, которых мы встречаем в этом, 98, кроме доктора и вот этого благородного пациента. Доктор великий. Я Алексею Розину написал, как раз у него сегодня день рождения, отдельно написал, что он совершенно прекрасен в этом сериале, и смотреть на него было отдельным удовольствием, то, как меняется его герой, как он сначала с ней разговаривает, как он потом потихонечку понимает, кто перед ним, как потом он, как бы, финальная сцена, когда он её прогоняет, это очень крутая роль, жалко, что она такая маленькая, и на самом деле, это, конечно, очень много говорит о замечательном таланте замечательного артиста, что даже в такой маленькой роли ты её запоминаешь, она производит на тебя впечатление. Так вот, возвращаясь к это крутейшая героиня. У меня последний раз вот такие эмоции героини русского сериала вызывала, главная героиня сериала «Измены» в исполнении Елены Лядовой, которая тоже мне, в общем, кажется суперкрутой и удачной. Мне очень нравится ещё и отношение с начальницей тоже, да, вот видно сразу её ролевую модель и видно, на кого она равняется. Ну, и она действительно в какой-то момент ей говорит, что вы мне заменили мать, и это абсолютная правда, да, там вот, где они с матерью вообще перестали общаться, по инициативе матери, на самом деле, изначально, вот встала такая железная, циничная, прожжённая женщина, которая Наташу эту любит ровно за то, что она такая же стерва, как и она сама. И вот эта великолепная совершенно деталь, находка с огнетушителем, в которой она прячет деньги, откручивая, закручивая, как будто она термос с чаем, знаешь, откручивает. Это, конечно, очень здорово. И то, как она её кидает в конце жёстко. Вы что, вот это всё на меня хотите шлить? Ну, прислали проверку по Мосфарму, под меня копают, под всех копают, коррупцию какую-то несуществующую нарыли, сейчас все полетят, и Москва, и Питер. Так, а я тут при чём? Ну, а тебе-то что? Ну, скажи, ну, сколько там тебе месяцев или недель осталось, а? А я всё на себя возьму. Хочешь хоспис платный, хочешь палата холостная, всё на себя возьму. А ты на себя Мосфарму. А? Ну, что тебе стоит-то? Ну, тебе-то же всё равно. Мне вообще сказали, что ты умерла. Для меня вот это была одна из самых интересных линий и отношений героини. И мне, кстати, интересно, потому что судя по всему, судя по последней серии, нас должен ждать второй сезон, потому что с одной стороны, собственно, ей пересадили почку, и вроде как цель выполнена, а с другой стороны, она должна дальше отправиться в тюрьму. Не говоря уже о том, что вообще всё-таки по законам Российской Федерации её, скорее всего, бы не выпустили, если она уже дала признательные показания о мошенничестве в особо крупном размере, или что там было. Ну, здесь такая немножко фантазия сценаристов. Это не фантазия, это художественная условность, и художественная условность там уже в том месте, где отпускают брата, чтобы он пересадил ей почку. Там есть такие моменты, и на них, мне кажется, совершенно не имеет смысла обращать внимание, потому что вот как условный Гугль или условный Салтыков-Щедрин, это всегда немножко, ну, как бы перекручено, это немножко чуть-чуть полувымысел, который отдельными местами полувымысел, а отдельными местами страшная правда. И вот то, что ты говоришь про ее начальницу, для меня это укладывается в такое, как сказать, правило вселенной сериала «Почка», и, к сожалению, нашей с тобой вселенной, в которой всем друг от друга все время что-то нужно. Это все то, что я говорил, это всегда отношения «ты мне, я тебе». Во всем, даже когда человек умирает, все равно это будут отношения «ты мне, я тебе». Никогда не будет ничего просто так. Ой, вот про что я точно хочу отдельно поговорить, это про Николая Фоменко. Николай Фоменко в этом сериале это просто звезда со всех больших букв. Просто я натурально в какие-то моменты смотрел и просто орал на телевизор от восторга. Юленька, я тебе говорил, что у меня трое детей было? Ну, это потому, что больно было лишний раз вспоминать. Да. такая женщина была. Люда. Непримиримая. Маму Иру зовут. Ну да. Ну да, ну да, Ира. Ира. Люда, это потом. Там, кстати, тоже девочка. Василина. Но хорошая. Но хорошая девочка, хорошая. Как он появляется? Какой он законченный потрясающий образ? Какой вот в каждой детали весь из себя? Он, с одной стороны, такой успешный русский хозяйственник, соль, что называется, земли, лошади, кони, мужик, с большой буквы М, мужикастый, мужикотавр практически. С другой стороны, ты, в общем, понимаешь, как он флиртует с этими девочками, которые вместе с ним на заправке. Как он ведет себя с дочкой, когда она отказывается залезать на лошадь. Если не полезешь, ты мне не дочь. Поняла? И все. Кому сказал, залезай? Как он на самом деле глубоко инфантильный человек. Вот это такой, в общем, моими глазами, и, к сожалению, мой опыт общения с людьми моего пола, он, в общем, во многом говорит о том, что это правда. Это, в общем, такой законченный образ современного русского мужчины, который, с одной стороны, считает себя мужиком-мужиком, с другой стороны, в ключевые моменты вдруг превращается в ребенка, который бежит прятаться и бежит от любой ответственности. А вся сцена на теплоходе, вся серия вот это, это же просто невероятно. Как у человека нигде не екает, что он годами был без своих детей, как он просто вот, ну, типа, да ничего, ладно, это я, значит, подзадержался чуток, сейчас зато я с вами, пользуйтесь моей добротой. И сыграно это все еще изумительно. Как он относится к ней, когда она спасает его от смерти, ну, в общем, не знаю, я прям отдельно как-то этим проникся. И для меня с завершением линии, там же все-таки вот линии второго плана, не только ее линии, но и линии ее братьев, линии ее сестры, они каким-то образом завершаются тоже. И вот завершение отношений матери и отца, когда с одной стороны отец смотрит на могилу и говорит, ничего себе, она меня какой плитой придавила, а с другой стороны мать, которая уходит к женщине, и ты ее, в общем, понимаешь, там понятно, что это дано максимально, как сказать, двусмысленно, совершенно не факт, что этот уход, он сексуален по своей природе, может быть, действительно такой... Я, кстати, вообще так не считала. Компаньонский. Нет, он там совершенно открытая трактовка, это можно читать, как ты хочешь, абсолютно. Там вся сцена выстроена таким образом. Но ты, значит, смотришь на эту суровую женщину, которая с башкирским медом, вспоминаешь мужчину в жизни у матери главной героини и думаешь, что, конечно, в деревне лучше. Сто процентов. Никаких даже сомнений быть не может. Я давно считаю, что женщина женщине лучший друг, чем кто бы ты ни был. Мне кажется, что главный ключ к персонажу Николая Фоменко, он ровно вот в этом парадоксальном сочетании. С одной стороны, вот этой широкой души, когда он узнает про детей, он вроде как рад, счастлив, да? Другой отец мог бы испугаться, выставить эту за дверь и типа, что они там за наследство моим пришли, пошли все вон, во мне вообще не нужны. И вот с одной стороны, ты видишь в нем как бы вот этого добродушного, доброжелательного, щедрого человека, а с другой стороны, ты не можешь не помнить все время про то, что все-таки он их бросил, ушел и не делал ни одной попытки вернуться к этой семье. Ну, то есть он как бы и делал, но очень быстро сдался, и на самом деле ему было плевать, что с его детьми там происходит. И, в общем, как бы он это не скрывал своей добродушной улыбкой, забыть про это невозможно. И это, конечно, очень крутое сочетание. Мне кажется, что здесь ключевой момент в том, что ты смотришь на то, как он вернулся в их жизнь, и что он им говорит, и что он им обещает, и ты понимаешь, что ничего из этого не случится. Ни единые вещи. Что он выйдет за дверь, он выйдет, вот сойдет с этого теплохода на эту землю, и никогда в жизни он больше по собственной инициативе не вспомнит и ничего не сделает. Не, ну он там с ним потом встречается, но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, вот то, что он обещает одному из сыновей, что ты у меня конихом станешь, а потом просто забивает на это. Ну, это такой, да, очень характерный персонаж. Но, конечно, интересен вот этот контраст, да, вот этих всех детей, волчат таких, выросших в абсолютно жестоких условиях, которые каждый должен просто вырывать у другого кусок хлеба, чтобы остаться живым. И вот этого мальчика, чистого, наивного, светлого, который вот вырос в атмосфере любви, заботы, достатка и готов пожертвовать почку вообще в любую, как бы попавшуюся первую возможность. И, ну, и как бы насколько это вообще, конечно, тоже несочетаемые вещи, при том, что вот они тоже родные братья и сестры. И это тоже довольно клево придумано. Итак, в рамках нашей регулярной новой рубрики сегодня я порекомендую вам сериал, который можно посмотреть на Кинопоиске. Я выбрал сериал «Еллоустоун», который я сам посмотрел сравнительно недавно и посмотрел залпом сразу три сезона. Я сейчас скорее хочу досмотреть дальше. Это совершенно замечательная история, которая ближе всего, наверное, по сюжетной конструкции к сериалу «Наследники». Но только если «Наследники» это сатира, то «Еллоустоун» это чистая драма, такая с элементами триллера, очень масштабная, если не сказать, типичная история жизни семьи, которая владеет самым большим ранчо в штате Монтана, в невероятной красоте долине. И это история про то, как люди, такие, что называется, ацахи, ковбои, настоящие мужчины в клечатых рубашках и шляпах отстаивают свою землю с корпоративными захватчиками и прочими, в общем, не очень приятными людьми, которые пытаются у них землю тем или иным образом отобрать. Но при этом это как бы тоже важно понимать, что это не совсем благородные герои, а это герои, которые способны на убийство и разнообразие преступлений, и поэтому сериал супер напряженный, в нем есть мелодраматическая линия и такая очень могучая линия, фактически криминальная. И честно признаюсь, я от сериалов вот такого удовольствия давно не получал, это высококлассная вещь, и в ней потрясающая, без шуток, роль главная Кевина Костнера. Там такой Кевин Костнер, что слов комплиментарных у меня на него не хватит. Он роды у лошади примет, и в смокинге выйдет с ружьем против медведя в чистое поле, это одно удовольствие смотреть. Я долгое время смущался, поскольку я как-то прохладно отношусь к историям про ковбоев, но потом посмотрел пилот, не пожалел, и, в общем, как хомячок из анекдота втянулся. Продано. Ты меня уже заинтересовал. Слушай, ты знаешь, я, кстати, хотел вернуться на секунду к тому, что ты сказала про финал, потому что у меня от финала было очень однозначное ощущение. Я, в общем, считал, что она умерла на операционном столе, вот это вот финальное в позе Христа лежание в пустой операционной. Хороший вопрос. Мне кажется, что это так, и тогда это суперкрутая прямо история сразу становится. Я почему-то считала наоборот, что умерла скорее женщина, которая ей давала почку, а вот нам пишет наш продюсер Женя Молодцова, нет, что у неё пульсы есть всё-таки. Так что... Жаль, это был бы очень красивый финал. Ну, там видно, что, да, конечно, они имели в виду Христа, но я так поняла, что умирает наоборот женщина, потому что там есть какая-то попытка реанимировать, да, кого-то. То есть вот эта женщина принесла себя в жертву ради здоровья сына, а дальше у героини Аксёновой должна быть задача спасать этого музыканта. Но я не понимаю, опять же, как она будет спасать, если она призналась в том, что она во всём виновата, и дальше, по идее, её сажают в тюрьму. Ну, я думаю, что там сейчас появится какое-нибудь обстоятельство, благодаря которому её не смогут посадить в тюрьму. Вот. Но, кстати, может, я уже совсем какие-то домыслы себе позволяю, но это может означать какой-то цинизм со стороны героини, потому что она, например, знает, что она не сможет найти ему донора, потому что она отправится в тюрьму, но соглашается на то, чтобы ей пересадили почку. Вот это было бы тоже мощно. На самом деле нет никакого, да, искупления, нет никакого раскаяния, просто я, наконец, получила свою почку. Тоже может быть. В общем, мне кажется, подводя итог нашему обсуждению сериала, вот ты вначале упомянула «Звоните Ди Каприо», мне кажется, что он всё-таки близок к этой истории. Они всё-таки в очень разных жанрах, но они, как сказать, одного мира понимания авторы, потому что почка одновременно аутентичная, тебе показывают очень настоящую жизнь вокруг, которая очень разная, богатая, не очень богатая, совсем бедная, наркоторговец неудачливый с закладками, психоневрологический диспансер, где мать лечит от алкоголизма и белой горячки, какие-то вот все вот эти обстоятельства, кабинет диализа, больница, хорошая больница, не очень хорошая больница, люди с проблемами, сложности законодательства. И это всё настоящее, это всё, в общем, очень такое опознаваемое и нашенское, но при этом это всё без надрыва, без вот ощущения такой беспросветной драмы, с ощущением того, что это живые люди, вот с какой-то любовью автора к миру, который он описывает, то, что было, например, в сериале «Чики», который мы с тобой обсуждали. Это, мне кажется, такое главное достоинство авторов, которые решают высказаться на острые актуальные темы, рассказать про неидеальный мир вокруг, что они рассказывают про то, что мир неидеальный и что есть страшные проблемы, но при этом, что это мир, который они любят, они делают это не сверху вниз, они не говорят, ах, сейчас мы покажем вам, значит, страшные картины, нищеты и несовершенства. Нет, там есть юмор, там на самом деле юмора очень много, и там юмор иногда такой довольно рискованный. Такая вот интонация особая, одновременно и серьезная, и ироничная, это то, что мне в сериале в результате понравилось больше всего. Вместе с персонажами вот это, пожалуй, главная достоинство. Я вспомнила великую сцену, где мать ее прячется в шкаф, когда думают, что дочь умерла, и так и сидит там. И вообще вся вот эта, конечно, сцена с тем, что она как бы умирает, и как реагирует ее брат, как реагирует ее мать, как они все приходят к ней буквально к смертному адру, да, и тоже там каждый со своим, этот, с иконой, сестра еще с чем-то. В общем, это, конечно, очень здорово. И ты прав в том смысле, что это, с одной стороны, типажи, а с другой стороны, очень живые такие типажи, очень узнаваемые характеры из жизни, из нашей. Нельзя сказать, что они картонные, нельзя сказать, что они совсем какие-то пародийные, сложные, глубокие. Каждый из них проходит свой путь, свою трансформацию. И в этом смысле, я повторюсь, мне кажется, что самый интересный контраст получается именно у героини Любови Аксеновы, Наташи, с ее братом, который играет Дмитрий Лосенков, потому что она проходит, как бы, наоборот, путь к самопожертвованию, к поступкам ради близких, безответным, и не ожидает от них уже ничего, зная, что там сестра ей не поможет, не знаю, мать ей не поможет, еще кто-то не поможет, но что-то хоть она для них делает. И наоборот, мы раскрываем и понимаем ее брата, который настолько закостенел в своем жестокосердии и своей уверенности в себе и самовлюбленности, что не готов, на самом деле, на главное христианскую добродетель. Забыл про нее совершенно. Но мы с тобой много хвалим авторов, давай уже назовем по именам, потому что, мне кажется, это немножко несправедливо. Они действительно не так известны, наверное, как, не знаю, и Жора Крыжовников, упомянутый нами, и Борис Хлебников, и Авдотья Смирнова. Но мне очень нравится, что это молодые девушки, что это девушки, с одной стороны, уже не дебютантки в индустрии, зовут их Мария Шульгина и Елизавета Тихонова, а с другой стороны, это, на самом деле, первый самостоятельный сериал, там еще и режиссер, и это сразу такая очень крутая, цельная, затягивающая работа. Да, конечно, там видны руки продюсеров их, но, тем не менее, это прямо очень здорово. Мне очень нравится, что появляются новые имена и среди сценаристов, и среди режиссеров, и люди рассказывают истории, которые у них вызывают какой-то свой отклик, потому что, судя по предыдущему, их короткому метру и полному метру, их волнует тема трансплантации, вообще волнует тем вот этих отношений с телом, да, с тем, где тебе найти органы, и здорово, что они ее, наконец, воплотили вот в таком формате тоже. Да, я с тобой совершенно согласен во всем. Я человек, который радуется больше всего появлению новых авторов, хотя, с другой стороны, это значит, что нам нужно с тобой смотреть еще больше сериалов. Ну, по крайней мере, мы уже знаем, за кем мы будем следить, и вот за этими авторками я точно буду следить с интересом. На этом мы завершим обсуждение сериала «Почка». Напоминаю вам, что если вы его не посмотрели, то все 10 серий доступны в стриминге «Кион» от МТС «Медиа». А если вы посмотрели, то делитесь тоже своими впечатлениями, пишите, что, как вы думаете, произошло в финале. Нам можно писать на почту подкаст собакакинопоиск.ру, в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях. Ну, а также пишите отзывы на весь наш подкаст в «Эппл Подкастс», в «Кастбокс» и везде, где можно эти отзывы оставлять, ну и просто в своих соцсетях. Не забывайте также ставить нам, пожалуйста, сердечки, лайки, звездочки, все, что можно ставить, чтобы выразить вашу симпатию, ну или антипатию в некоторых случаях к нашему подкасту. Мы ко всему этому очень внимательно относимся. Да, конечно, нам больше нравится, когда вы проявляете свою симпатию. Но, тем не менее, слушайте, пожалуйста, нас на всех платформах от «Яндекс.Музыки» и «Эппл Подкастс» до «Кастбокс» и «Ютюб». С недавних пор у нас с Лизой появились еще наши публичные инстаграм-аккаунты, в которые мы пишем о сериалах, разумеется, рассказываем какие-то новости о нашем подкасте и пишем какие-то собственные соображения про жизнь, книжки, кино, выставки и прочие симпатичные обстоятельства. Близин инстаграм-аккаунт называется «Лиза.Сурганова», мой «Иван.Филиппов». Мы очень оригинальные люди, но ссылки на эти инстаграмы вы найдете в описании выпуска. А в следующем выпуске мы обсудим громкий и скандальный перезапуск слэш-продолжение сериала «Секс в большом городе», который называется «И просто так», и который только что завершился на платформе HBO Max. Да, в России его можно посмотреть во медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Хотя бы посмотрите первую серию, чтобы мы не заспойлерили вам главное событие этого сериала. Ну и приходите потом слушать наш подкаст. А я хочу поблагодарить команду, с которой мы делаем наш подкаст. Это наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Финн. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин